Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Даналия, и очередное обновление в Star Stable Online, от которого я даже не в таком крупном шоке, а в таком милом, урчащем состоянии, потому что оно очень, ну что там, добавление очередных новых лошадей, но какая-то прям вот уютная от них атмосфера. Значит, с чего мы начнём? Начнём с конца. Лошадиная ярмарка на этой неделе закрыта, но за следующей неделе она будет работать в конюшнях Юрвика. Самый быстрый способ, чтобы доехать, это транспортировка конная, ферма Sunfield. Вроде бы так звучит. А сегодня, значит, нам добавили трёх лошадей. Нет, я даже не так скажу. Четырёх новых лошадей, да. Всё-таки название этих лошадей я не могу сказать, потому что мне кажется, они называются Клауддельская, а на сайте они написаны Клейдельская, что ли. Ну, вы меня простите, я их Клауддель буду называть, потому что, ну пока я не могу выучить их название, для меня это слишком сложно. Значит, вот, я уже на форт Пинта. Да, как всегда, одна лошадь у нас доступна с первого уровня, в течение, по-моему, двух недель, и она будет стоять в форт Пинта. Значит, своего коня я оставлю здесь, да. Он без седла, потому что я на него собираю комплект за желание. Ай, сколько народу! Ай, сколько народу! Гигантские кони. Я люблю больших лошадей, я их люблю. Они не спортивные, но я их обожаю. Так, ну понятно, мы так ничего не увидим, придётся нажимать. Клейдез Дали! Как? Клейдез Дали? Клейдез Дали? Мне всё-таки кажется, что они Клаудздельские, не забывались. Потому что вот это Клейдез Дали... Короче, большие и мягенькие. Вот, почитаем о них. А хотя... Нет, 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 читать о них я сейчас не буду, потому что я потом, разумеется, буду покупать одного из этих коней. Тогда и почитаем. Значит, силы у них четыре, то бишь они долго не... не переходят на алюр медленнее. Дисциплина два, скорость ноль, выносливость один, гибкость ноль. И они переносят холод. Ну, было бы классно, чтобы... Ну, точнее, нет, это нормально, что они переносят холод. То, что Шарри у нас холод не переносит, это ненормально. Они должны переносить. Такой хорошенький. Я, если честно, была уверена, что его добавят в приложение. Но, как видите, он стоит здесь. А это значит, что в приложении отправят того коня, которого я хочу купить. Значит, один конь здесь. И остальные два коня стоят в дундуле. И доступны они с 12 уровня. То бишь с уровня открытия дундула. То есть, всё, как только вы 12 уровень, вы бежите выполнять задания с дундулом, чтобы его открыть. У кого он ещё не открыт. И там вас будут ждать вот эти кони, и не только. Там ещё куча коней. Давай, грузись. Я ничего пропускать не буду. Потому что обновление небольшое. Ну, и как бы выразать просто ничего не хочется. И да, спасибо же за ваши лайки, просмотры, комментарии под видео. Мне даже вопросы начали задавать по игрушке. Я стараюсь на них отвечать. Кто-то спросил, почему у меня название на английском. Ну, наверное, потому что я же русский человек, но я не знаю английского. Я же смотрела английские видео. Почему бы некоторым английским, ну, англоязычным людям не смотреть юзких, юзких, русских ютуберов? Мне даже под моим видео про мой телефон, который я снимала, написал один человек из Индии. Я вообще в шоке была. Так. Ой, придётся опять слизать с коня, потому что иначе мы так ничего не увидим. Да, уже куча наших людей в дундуле. Если кто ещё не в дундуле, ни разу не был. Так. Подвиньтесь. Подвиньтесь. Я даже лежатый коня не могу. Ой, какой классный. Но единственное, я не люблю, когда у лошади неравномерное количество носков. Ой, не носков, а гольфиков. То есть носочки маленькие. Ладно. Два из трёх. Ну, точнее, нет. Три из четырёх. Они же маленькие. Но гольфы почти до локтя и одно чёрное сплошное. Ну, мне так не нравится, но я не говорю, что конь плохой. Он симпатичный. Ну, такой хороший. Какой же он большой. Я не могу. И я такой Дед Мороз. Ой, какой классный. Я знаю одного человека, которому бы этот конь был бы идеальным подарком. Вот этот тоже очень симпатичный. Вообще, они все классные. Для пушистых, добродушных великанов. Вот как их ещё назвать? Только так. Стоят они 750 СК. Это, кстати, нормальный цена за такой бёжу, за такую розовую досопырочку. Какой же ты классный. Ну, какие у них лухи. Ничего себе. Как сейчас заметила. Они у них такие, такие большие, такие, ну, вот с тонким основанием, потом вот так и идут в тонкую, в тоненькое ушко. Ничего себе. Серьёзно, вроде бы ни у каких ещё коней вот именно таких ушей нет. Но я могу ошибаться. Вот это смотри, там ближний. Покажи свои глазки. Ну, какие у тебя глазки-то красивые. Я не могу. А у тебя какие? У тебя чёрненькие. Слишком далеко. Ну, коричненькие. Это вообще симпатяшка такой. Ой, 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 ой. Так, да, вот, кстати. А у тебя какого цвета глазки? Да не у человека. Конь, повернись на меня. Конь, конь, конь. Ну, девочка, стой. Они такие светло-коричненькие. Классные коньяки. Гигантские. Вообще. Всё, любовь. Я думаю, у Даши потом будут стоять, конечно, в какой-то момент времени. Одни. Вот эти вот, Клэйс Дэйс Далли. Мне ерзает от этого названия. Ну, в общем, вот эти вот. Потом Фьорды и Северошведы. Потому что пухликов и лохматиков я не люблю. Да, вот. В Старстейбл появились новые прически для коней, но только для вот этих коней. Вот девочка сейчас. Девочка. Девочка, ты где? Она уже ускакала? У-у-у. Она убежала. У-у-у-у. Ну, в общем, это прически, вот знаете, как вот на парад обычно делают? Такие там с бантиками, которые стоят на плавалочках. Хвост подбирают в пучочек. Из него ещё висает. И тоже красивый Ленчик. Всё это оплетается. Вот, в общем, для этих коней добавили бы такую прическу. И больше не для каких. И для каждой масти свой цвет. То есть у Воронова красные ленточки, у Серого голубые, по-моему, ленточки. А вот у этого Бекова, по-моему, зелёные. Но я не помню, если честно. Помню, что вот у Воронова красные, у Серенького синенькие. Кстати, смотрится очень симпатично. Да, и мне очень обидно, что Старстейбл не дополняют в статью на своём сайте то, что говорится в видео. Видео, да. То есть там не сказали, что у этой новой породы пучки, эти шишечки, как у наших началок. То бишь обновлённые. И больше ни у кого таких нет. То есть только две породы начальные и вот эта, у которой такие обновлённые шишечки. Мне обидно. Я вначале подумала, но я же английский не знаю. Я подумала, во, классно, наконец-то они распространили эти новые шишечки на всех остальных лошадей. Я поехала, проверила. Нет, только вот у этих началок и у этих тяжиков будут пока что такие шишечки. Я не вижу в этом смысла. Почему у Фьорда нет таких новых шишечек? Он новый. Сверошведа, Лузитана. Они имеют право на хорошие шишечки. Вы их обходите. Кстати, что касается Лузитана. Да. Все вы помните моё видео со спойлерами. И так вот. Я вам сказала, что нам добавили 4 лошади. И я вас не обманула. В приложении добавили бежевого Лузитана. Я, правда, зашла посмотреть на него, но почему-то у меня приложение пока что не захотело обновляться. Оно не выдало надобности в обновление. А когда я зашла, ну просто я подумала, может, оно само обновилось. Коня там не было. Ну, это значит ещё в процессе. Его это ещё не видели. Ну, в общем, вы сможете с сегодняшнего дня купить себе в приложении бежевого с розовой носопыркой. У Лузитана. Вырастить его до 10 уровня. Ну, там, кто-то за день ему нравится, кто-то за несколько дней. И купить его себе сразу в 10 уровне. Стоить он будет столько же, сколько обычного Лузитана. Цену я, к сожалению, не помню. Так. Что ещё по поводу зимней деревни? Если вы всё-таки хотите там купить себе этого волшебного, магического, дикого коня, который стоит за деревушкой, за домом Санты, то давайте копите, не тратьте СК или копите денежку и идите покупать СК. Потому что, ребята, уже немножко осталось до Нового года, а 2 января всё, деревня закроется до следующего, ну, до следующего декабря. То бишь год, год мы будем сидеть и ждать опять этого деревни и не сможем купить этого коня. Так что давайте. Я тоже вместе с вами. Я сейчас вот коплю. У меня 406 СК. Остает 600. Мне ещё две недельки подождать. И всё. Я его куплю. Так что давайте копить, держаться, не тратиться и не тренджерить ни на что другое, чтобы купить либо этого магического коня, если он вам нравится. Я имею в виду тем, кто нравится, пусть покупает этого коня. Тем, кому нравится, пусть купит, а не тратится и купит себе вот-вот-вот этих тяжиков. Милых, классных тяжиков. Как очень классно. Ну, то, что едет Мороз, это вообще, да, очень смешно и умно. В общем, спасибо, что были сегодня со мной, чтобы посмотрели это видео, чтобы восприняли и мы с вами посмотрели и вообще все эти эмоции почувствовали. Потому что я вот на них смотрю, у меня нету такого бешеного восторга. Но я очень рада, что я добавил. Но я смотрю на них, это как, это как ты приходишь кому-то в гости, а там щенят с котятами. Вот не те, которые бегают, а те, которые маленькие, только-только позже. Ты смотришь такой и такой, как мило. Они еще такие пушистые, я не, вот я, у них так пушистостью изображено, я прям такой хочется взять и почесать этого коня. Вот, так что спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, если вы, кстати, впервые на моем канале. Ставьте лайки, пишите комментарии, понравилось ли вам. Нравится ли вам, что я сейчас вот так вот снимаю, то есть камера и сама игрушка. Вот, я буду стараться все это делать качественно. Чтобы было как можно приятнее смотреть. Так что, всем пока, с вами была я, Дом Наля и мой конь Добрынька. Всем до скорой встречи, пока-пока. Не забывайте, кстати, тренироваться со своими лошадками, чистить их и угощать морковкой. Я вас люблю, дракошки. Всем пока.